8 июля в день памяти святых Петра и Февроня Муромских состоялся первый общегородской семейный крестный ход с участием семей горожан, духовенства, казачества и многодетных прихожан храмов города. Под перезвон колоколов звонницы, молитвенное пение с флагами за веру православную крестный ход прошел по улице Красной до Александра Невского собора, где был совершен праздничный молебен. С этого года празднование Дня Семьи, Любви и Верности по указу президента России стал официальным государственным праздником. Такая государственная поддержка особенно важна для сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Муж с женой должен жить, как руки и глаза. Когда руке больно, глаза плачут. А когда плачут глаза, руки вытирают слезы. Любите друг друга, помогайте друг другу, цените друг друга и берегите друг друга. По завершению молебна все желающие смогли приложиться к мощам святых, благоверных князей Петра и Февронии. Семья – это то место, где мы поистине можем проявить свою бестианскую любовь, послужить ближнему. И на фоне того, что сейчас происходит в мире, семья – это последний бастион, где мы можем сохранить себя, как создание Божие. На семье все держится. Это тот камень, на котором будет воздвигнут храм. В храме Рождества Христова после вечернего богослужения на берегу реки Кубань состоялся семейный праздник. В подготовленном молодежной общине храма мероприятий приняли участие семьи прихожан и гости храма. Молодежь подготовила концерт. В программе ребята показали сценку из жития святых Петра и Февронии, сопровождая рассказ танцевальными композициями и песнями о любви и семье. Возгордился, да нарушил обещание. Теперь уж настоящее слово даю. Будь лишь моей женой, княгиней Муромской. Святые Петр и Феврония явили нам пример супружеской жизни, христианской любви и преданности. А день почитания святых подчеркивает важность веры в Бога и верности супругам. Семья сама по себе уже ценность. А в современных условиях навязывания западного мировоззрения, направленного на свободную любовь и однополые браки, как никогда, нужно стараться сохранять семьи. Жены, сегодня по древней русской традиции обратитесь, ну хотя бы в день семьи любви и верности, так как русские жены к мужьям своему обращаются. Свет отчаяния. Понимаете, мужчина называл душа моя. Мы издалека ехали в этот рождественский храм, чтобы попасть на такой прекрасный праздник. Праздник был создан молодежью, которые так прекрасно, без всякой подготовки, показали нам вот эту любовь, вот это чистосердечие. Очень важно, что отмечается такой чудесный праздник, день семьи любви и верности. Мы очень ждали этот праздник, потому что он поддерживает действительно наши традиционные российские ценности. Семья — это оплот, это любовь, это самое прекрасное и дорогое, что у нас есть, потому что это нам даровал Бог. Песня. 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 Продолжение следует...